Друзья, приехала в магазин Мишель. Мишель. Это опять-таки для арта, графики, для творчества. У меня есть, я просто проходила, у меня есть видео, уже устала. Есть видео, и там я просто делаю обзор. Сейчас я прихожу уже конкретными вещами. То есть мне надо посмотреть бижутерию, и мне нужно посмотреть вязальные нитки. Вот за этим мы и идем. Естественно, что сейчас в Америке такой праздник, который мы... Я не понимаю, но люди вообще балдеют. Так, что у нас? У нас есть бумага для поделок. 50% сэйл. Сколько здесь? 29-30. Такие-то альбомчики. Цветные такие бумажечки. Блестящие бумажки. Ну, такое можно самим сделать. Без проблем. Это бумажка такая. Это же эти вот. Эти стеклярусы, причем китайские такие. Дешевые. А это половиночки. То есть можно это все делать самому. Быстро, легко и красиво. Ну, неважно. Так, альбомчики. 9. Вот альбомы. Я была так давно, что уже и не помню, чего, что здесь есть. Обзор есть. А что вообще здесь существует, я не знаю. Всякие штампы. Штампуем, листочки. Говорю, потому что музыка. Музыка перестала. Ну, вот так пройдемся. Буду искать, где мои принадлежности. Так, ленточки для узоров. Бумага. Всякие эти. Вот не знаю, где. Буду искать сейчас. Где это все находится. А пока такой обзор. Ходячий. Шлепки. Это все можно разрисовывать. А можно не разрисовывать маечки. Ну, не специально так сделаны маечки, чтобы можно было на них нарисовать. Так. Ну, вот что-то уже близко. К моим вещам. Вот это, это мерец. Как размер колец. Такая штучка хорошая. Я знаю, сколько она стоит. Сколько эта лампа стоит? Девять долларов. Лампа стоит девять долларов. Девять долларов. Инструменты. Да, это все инструменты, чтобы делать, работать. Какие маленькие, хорошенькие. Тяжелые. А сколько один стоит? Шесть долларов, что ли? Ага, шесть долларов это стоит. Хорошенькие штучки такие. Таким инструментом я тоже пользуюсь. У меня немножечко другое у нас тоже. И такой вот, ой, какой хороший, маленький, хороший. Сколько это? Семь долларов. Набор. Отлично. И этот тоже хороший. Это чтобы зажать и держать. А тут вот целый набор. Только почему-то два таких. Один такой. А, тут такой. А, этот такой. Да, хороший набор. И это хороший набор. Семь долларов набор стоит. Стоит брать набор. Семь долларов стоит брать набор. Так, что здесь у нас? Ну, вот уже как-то близко к колечкам. Это называется розовый, наверное. Такое вот. Ну, это колечки, чтобы делать. Разные. Это уже близко, это уже близко. Я как-то так раз и сразу пришла. Так, это разные пины. Видите, разные пины? Такой пин. Такой пин. И вот такие колечки. К пину как раз. Да, здесь вот такие пины. Это вот к таким. Или к таким. Может, подходят. Ой, а как-то так раз. И быстренько пришла туда, куда мне практически нужно. Так, дальше еще что здесь. Теперь смотрим в другую пинчевочку. А, шикарная штука, чтобы делать шляпки. Ой, как шикарно. Так, если бы была отдельная, а не вместе. Косичка такая. Был бы целый клубочек такой косички. Нет такой косички. Есть просто. Косички нету. Так, идем сюда. Музыка опять гринит. Так, это конусы. Конусы разных размеров. Шикарно можно плести. Смотрите, какая красота конусы. Ну, они взяли, вот так вот выставляют в ниточку, и это дороже стоит. А бусы шикарные. На... Как она называется? На... Не на леске. Она... Тьфу! Проволочки. Такой мягкой проволочке. Прекрасно вяжется. Конус. Бусы. Так, а сколько эти конусы стоят? О, 10 долларов. До 19. Чуть-чуть не блестящие такие. 9 долларов, 10 долларов. Конусы стоят. О, можно и заказать. Конусы. Буси нехорошие. Ой, какие хорошие бусины. Такие вот тяжеленькие. Такие тяжеленькие. Они даже, надо сказать, нейтральные, что ли? Ой, ровно первые. Ровно круглые. Вот такие дежурники, слушайте. Так, а сколько они стоят, эти первые? Пять долларов, что ли? Пять долларов, что ли? Это хорошая семья. Такие тяжеленькие. Можно взять это, можно взять вот это и сделать шикарную дежуторию. Или вот такое даже, ты можешь взять блестящие. Очень красивый. Набор. Вообще, нужно таких, да, наборов брать. Сколько? На 7 долларов? Да. Так, итак, мы пришли туда, куда мне надо. Не, не это. Это другое дело. Мы тоже взяли, нанизали. Видите, все, и дороже стоят. Это для сережек хорошо. Хорошая штучка. Ну, что, много тут интересного есть, ребятки. Так, не это. Я вот пришла. Так. Смотрите, какие большие, интересные. Так, я пользуюсь немножечко другими. Так, это какой номер? Так, это тоже не тот. Здесь вот в таких вот конусах это продается. Ага, вот. У меня есть вот это. Вот это я пользуюсь. Вопрос. А, 4 доллара. Это большие. Так, эти есть. Эти есть. Вот мелкая рубка. Ну, совсем мелкая рубка. И так тяжело ей работать. Такая эта рубка какая? Тоже мелковатая. Так, а здесь? Это шарики. Нет, это не рубка. Нет. Вот здесь есть рубка получше. Так, здесь большими вот наборами лягаются. Так, я ищу рубку еще. У меня это совсем большая рубка. Интересная рубка, да? Это бусинная. Ну, вот рубка, но она крупная. Совсем крупная. А вот как ее разделить пополам? Как эту рубку разделить пополам? Ну, а потом она же может резать. Когда вот такую крупную рубку, если разделить пополам, вот, потом уже она будет резать. Нужно каждую... Потом как-то так вот наждачкой протереть. Протереть. Чешская вот. Чешская бижутерия. Чешская. Майка с без. Торчала там. В своей бижутерии. Просто, может быть, в другое время надо будет приезжать. Ну и хорошо. А тут вот краски закрыты. Очень дорогие краски. Тут вот ящички какие-то. А, пульверизаторы. Сейчас я уже просто буду делать обзор, потому что магазин громадный. И мы просто так вот посмотрим. Сегодня холм-деба предоставил деткам. И они с мамами, с папами что-то делали из дерева. Это было так интересно. Поставили столы. И они все работали. Там дали им набор самолетиков, чтобы они их собрали. Там забили, заколотили. И раскрасили. То есть были краски. Так что все было так хорошо. Вот нужно раскрасить все. Сделать самому. Вот тоже нужно раскрасить. Можно так поставить, а можно не покрасить. Огромные наборы всего. Огромные наборы всего. Ну, я бы очень хотела связать шляпку. Всякие палочки. Что-то деревянное собирать. Колокольчики. Бусины, поделочки всякие. Тоже очень большой магазин. Всего всякого. Мы приходим к вязанию. То, что я хотела еще посмотреть. Чьи это нитки? Вязальные. Так, поехали. Вязальные нитки. Чьи они? Детское что-то можно. Пошли-пошли. Смотрим и смотрим. Нитки какие мне нужны. Дойдем до ниточек. Толстенькие. Ну, опять-таки, турецкие. Разные фабрики турецкие. Нитка серая. Ну, это она толстая. Толстовато. Мне нужна не такую толстую. Потому что у меня двойная. Вот чуть поменьше даже. Может бы такая, но... Ну, и все искусственное. Так, сюда. А здесь нитки какие. Вот такое вот что-то. Ну, дороже она стоит. Ну, тоже искусственное. Котон. Котон. Серая ниточка и котон. Так, а это? Девная, что ли. Искусственная. Турция. И кто это здесь? Сколько здесь чего? Здесь 250. 100 грамм. Турция. Вот здесь что-чего, так и непонятно. 100% Это цвет. Так, а что же это за нитки? Ну, что ж, придется окунуться и посмотреть, что это за нитки. Потом в интернет. Я запишу. Делаю вид, а потом запишу и посмотрю. Как это ни странно, мне здесь нужно зимой шапочкой. Очень холодно. Выходишь и мороз. Красота. Морозная. Так. Что здесь? Здесь нет-то совсем для других целей. Окей. Здесь совсем другое. А здесь уже спицы разные. Так что, видите, спицы есть. Разные спицы вот. Спицы, крючки. Это вот что-то. Разные приспособления есть. Так что здесь на крючке, на спице написано. 6-0. Такие вот белья ски таких крупных вещей. Кусочки. Это для того, чтобы ниточки, смотрите, видите, закинуть. Горшочек такой есть. Ниточка вот здесь, пожалуйста. Или разные ниточки. Хороший горшочек такой. Такой поменьше. Такой поменьше. Только для одной ниточки. А это и для разных ниточек. Хороший такой горшочек. Для спиц. Отставочка такая для спиц разных. Тоже интересно. Если отдельный шкаф, как раз спицы поставил. Замечательно. А здесь вот набор крючков. Иногда лучше брать вот такой набор крючков. Вы же знаете, это и дешевле лучше. Или спицы. Но пока я не нашла то, что бы я хотела. Нитки. Вот. Я потом посмотрю. Да. Разные ножницы. Мне нужны ножницы с зигзагом. Мне нужны ножницы нужны зигзаг. Здесь нет зигзага. Пока не вижу зигзаг. Набор вот так. Ножницы. Такая штучка. Рязак для ниток. А зигзаг я не вижу. Нормальные тонкие нитки. Куговицы. Базные степлеры. Это делают эти вот кнопки. Кнопки. Ну, хоть музыка потом можно будет сверху. Покрыть. Не такая уж громкая. Куча булавочек. Это что? Резинка. О, вот здесь такая резинка, которая нужна. Сколько она стоит, интересно. Пять долларов. Да, здесь резиночки есть. Тоже хорошо. Буду знать, где есть резинки. Всякие лекала. Всякие лекала. Очень хорошие лекала. В помощь. Это для вышивки. Это пяльца, что ли? Интересно, что это? Нырочка не пяльца, наверное. Такие вот. Я вот так вот пока аккуратненько просматриваю. Потом я посмотрю, думаю, что это такое 100 грамм, ярды. Чьи это нитки. Цвет этого самого грибов. Машрум. Вот такая ничего, ниточка. Ну, вот уже новогодние. Светки. Какие игрушки новогодние. Я вот такую взяла. Сейчас я покажу. Все украшают давно. Вот такую я взяла. Оректорка. Какая-то красивая. И этот красивый. Мила такая. Так, осеннее. Осеннее украшение. У меня есть куда украсить. Только у меня нет ничего, чтобы можно было взять и украсить. У меня шикарная такая кадушечка. Такого красивого цвета. И туда нужно вот этого вот все напихать. И будет так красиво. Ну, ничего. Все потихонечку. И еще сел. Видите, как 99 центов. О, какая уж красота. Давайте еще посмотрим. Это все искусственное, но нужно что-то взять натуральное. Вот как такие листочки. Вот-вот. Тыкочки. Вот такое. Такие вот листья надо брать. Натуральные. И ставить. Красота. Я пишу ее. Просто. Ну, тоже зелень красивая такая. Сколько они стоят? Они дорого стоят, эти ветки. 31, 40. Дорого. Дороговатый. Игрушечки всякие. Ой, большой магазин. Очень большой магазин. Разнообразный. Песни пройдешь. Как же я сделала обзор? Делала обзор. У меня как-то... О, такие штуки хорошие. Сюда можно воткнуть. Вот такие у меня. Вот такие. Вот такую вот штуку взять. Вот такое вот. Взять. Вне в то, что у меня есть. Большая, красивая такая, чтобы повтыкать. Шикарно. Как раз то, что нужно. Или вот такие хрустные. Кубиков. Вот такие. Тоже можно воткнуть в разные стороны. Вот красивый такой набор. И эта штука тоже хорошая. Ну, это вот для венков. Веночки делать. Органайзер такой. Вот такой набор можно взять и поставить на кухню. На столе. Очень красиво. Ой, яблоки. Просто так вот. Так. Это что у нас? Это что у нас? Ну, не очень. Ну, не очень. Ну, не повсюду. Но по виду не очень мне нравится. Из этого тоже нужно сделать шляпки. Ну, мне не нравится вид. Натуральный. Конечно. Это мох. Мох, перышки, бабочки. Обожаю бабочек. Ну, это уже следующий праздник. Сент-Гивен. Да. Так. И большая музыка. Это уже Сент-Гивен. А это уже Новый год. Можно закупать уже, жиночки делать, подготовиться. А это ведерки для всяких поделок. Здесь что-то блестящее такое. Симпатичные веточки. Я опять буду хулиганить. Красивая веточка. Симпатичная. Мы сейчас будем хулиганить. Так немножечко. Большой цветок. Так. Делаю такую вот красивую инсталляцию. Так. Что-то красивенькое. Так. Надо что-то чем-то разбавить. Вот как красиво. Очень новогоднее. Мальчики. А это все убили. Красивенько. Даркие мялочки. Ум, ума, 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 ума. Мастер дыует елочки. Игрушечки. Грибочки. Саночки такие. Это мороз. Шарики всякие. Тут мастер настраивает елочки. Кэнди кейн. Служинки такие интересные. Отмычки уже сделает селин. И Сан-Гивен, и Новый Год переплетаются друг с другом. Вот это, наверное, не фонарик. О! Вот это я бы взяла на улице. Мне нужно как-то его прикрепить. А здесь... О! Тоже горит. Вот красиво. Вот тушки мучили. Значит, есть такие штуки, значит. Окей. Ну, такая вот. Нужно взять и подключить. Батарея. Лиг-солнечная батарея. Такие штуки. А сколько она стоит? Десять долларов. Ничего себе. Это для масла сливочного. Хотя я посмотрю. Такие тарелочки. Там уже 50% все тяжеленькие. Нет. Какая-то штучка такая интересная. У нас елка, она вечно поселилась. И как у нас стоит, как зеленое дерево какое-то. Насталяция такая. Ну что, все. Посмотрели. Я посмотрела, что есть здесь. Все. Можно ехать дальше. Я хотела остановиться не на всякой ерунде. На чем-то симпатичном. О, я зашла не туда, куда надо. Так, давайте закончим на чем-то хорошеньком. Такие вазочки. Ну и вот так вот как-то вдаль. Все. Идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.